Вот уже сто лет с именем народа она входит в каждый дом. В канун 100-летнего юбилея республиканская газета «Карачай» на базе Качагу имени Умара Алиева прошла региональная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития периодической печати на национальных языках. Ахмат Халкевич продолжит тему. Площадка Качагу для форума выбрана не случайно, ведь именно здесь готовят специалистов, пишущих на языках всех субъектообразующих народов нашей республики. Открывая пленарную часть конференции на правах принимающей стороны, ректор Качагу Утал Султан Узденов выразил уверенность в платворной работе форума. Надеюсь, что те тезы, которые будут здесь высказаны, будут интересны и значны и для нас, и для всех заинтересованных. Это важная и значная проблема. В числе основных в повестке научной площадки три вопроса. Это роль и значимость информационных ресурсов в современном мире, функции национальных печатных СМИ в сохранении и развитии языка, вопросы компетентности и профессионализма журналистов, работающих на языках. Для полноценного развития и сохранения национальных языков необходимо, чтобы они существовали не только в густной, но и в письменной форме, чтобы на них не только говорили, но также писали и читали. В вопросе подготовки квалифицированных специалистов советник министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Рашид Хатуев предложил университету поставить на системную основу организацию мастер-классов с метрами пера для студентов Института филологии, осваивающих журналистскую профессию и обучающихся в национальных кафедрах. Ни для кого не секрет, что газету делают люди, люди, преданные ремеслу печатного слова. В течение всего столетия газета Карачаев в полной мере выполняла функцию площадки, на которой развивалась не только национальная журналистика, но и вся творческая интеллигенция народа. Пока у наших народов есть тяга к познанию, любовь к родному языку, к национальной культуре, потребность общаться, знать точку зрения и умонастроения других людей, газеты будут выходить, становясь все лучше и читабельнее. Осознание особой значимости живого общения в профессиональной среде подстегнуло организовать данную площадку, отмечает главред газеты Салима Каркмазова. Без конструктивной критики в век развитых информационных технологий сохранить свою актуальность изданию будет крайне сложно, резюмирует она. Что нужно делать, чтобы газета была лучше, более читабельна, и чтобы мы не то чтобы не потеряли читателей, а чтобы приумножили их. С этой целью мы решили сотрудничать с молодежью. Мы хотели услышать их мнение. Важность ответственного подхода к своей работе людей, чья профессия быть глазами и ушами нашего общества, отмечали все. Ведь от ракурса картинки и знаков припинания, которыми автор расставляет акценты в своем материале, напрямую и зависит, как воспримет информацию потребитель. Моим первым учительом была именно газета. На страницах ее можно найти очень много полезного. Бывают нам какие-то уникальные материалы, которые нигде не подвлекались, имеющие историческую ценность и культурную. В завершении пленарной части конференции верных друзей издания, внештатных авторов, участников конкурсов, приуроченных к столетию, и самых отзывчивых читателей отметили благодарственными грамотами и ценными подарками от редакции. В номинации «Газета в нашей жизни» лучше бы признаны работы заслуженного учителя России, внештатного автора Абдурахмана Мусаевича Дуюнова. Всем победителям во всех номинациях вручили также годовую подписку на любимую газету. Думал, забыли, наверное. А оказалось, нет. Спасибо им. Очень приятно. Даже не думал, когда 89 лет идет, год. Такому человеку такой подарок всегда приятно. Официальным днем рождения газеты «Карачай» считается 19 октября 1924 года. Тогда она называлась «Таулу-Джашау». А редактором был известный партийный деятель того времени Мохаммед Батчаев. Через пять лет издание сменило свое название «Став Таулу-Джарлала». А с 1933 до рокового 43-го газета носила имя «Казал-Карачай». Ну а на период изгнания карачаевского народа с исторической родины на долгие 14 лет его единственный печатный орган тоже прекратил свое существование. С восстановлением государственности карачаевского народа в 1957-м словно феникс возродилась и газета под новым именем «Ленин-Набайрага». Нынешнее же название «Карачай» газета получила 26 августа 1991 года. О весьма символичной инициативе общественной организации «Карачай-Аланхалк» поведал заместитель председателя Сулейман Баташев. В честь векового юбилея общественники предлагают присвоить имя «Столетия» газеты «Карачай» ряду общественно-культурных объектов региона. Ведь это издание всегда являлось символом просвещенности и государственности народа. Ахмат Халкечев, Ислам Хапаев, Мураджан Кезов, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова